Привет, искатели приключений! Ищите нечто увлекательное, чтобы сердце замирало? У меня есть идея. Восхождение на гору Эверест. Но прежде чем собирать сумки, лучше узнать, что именно нужно для путешествия на одной из самых опасных вершин мира. Эта скалистая возвышенность высотой 8848 метров приготовила много опасностей и проблем, которые могут сработать, если не быть к ним готовым. Во-первых, кое-что нужно знать об этой великой горе. Если вы когда-нибудь смотрели блокбастеры об эпическом альпинистском приключении, то знайте, что подниматься на Эверест – это вам не шутки. Скалолазы, взбирающиеся на эту гору, обычно планируют путешествие во время так называемого «погодного окна» в середине мая и иногда в ноябре. В это время температура воздуха слегка прогревается, а ветра немного спокойнее. Может показаться логичным ехать в гору в теплые месяцы, например, в июле или августе, но на самом деле это плохая идея. Ведь в это время года там сезон муссонов, так что вас встретят проливные дожди. Помимо выбора правильного времени, есть еще много других мер предосторожности, которые стоит предпринять при попытке такого восхождения. В отличие от походов по обычному склону или береговой линии, такая высота скажется на ваших легких. Гора Эверест выше, чем любая другая вершина в мире. Таким образом, относительно высоты над уровнем моря, она самая высокая на нашей планете. Вау, ничего себе. И на такой высоте концентрация кислорода резко сокращается. Кажется, будто воздух становится, как бы это сказать, тоньше. При восхождении на Эверест вы заметите, что чем выше вы поднимаетесь, тем сильнее одышка. Конечно, тратится много энергии при ходьбе и подъеме, но причины одышки в низком уровне кислорода. На высоте 8848 метров каждый вдох содержит только треть кислорода от обычного объема на уровне моря. Так что, безусловно, есть большие риски, когда дело касается восхождения на Эверест. Поэтому подниматься одному, наверное, худший замысел на свете. Лучше идти с группой. Существует множество экскурсий, которые можно взять в совершенно разных ценовых категориях. Но если вы уже оплатили свой билет, как можно подготовиться к подъему всей вашей жизни. К счастью для вас, я составил идеальный список задач, которые стоит учесть при планировании эпического путешествия на великую гору Эверест. Прежде всего нужно знать, что с собой брать. Вот быстрый перечень, из которого можно вычеркивать предметы, чтобы не забыть ничего важного. Крем от загара. Ведь солнце в горах очень яркое. Солнцезащитные очки. Также, чтобы защититься от яркости солнца. Хорошо бы взять с собой очки для снега, ведь свет может сильно слепить, отражаясь от снежного покрова. Теплый пуховик. Неважно, в какое время года вы собрались на гору, там может быть довольно прохладно по ночам. Увлажняющий крем. Он пригодится и для кожи, и для губ. Скорее всего, кожу будет сушить, и она обветрится, ведь горный климат очень сухой и холодный. Еда. Важно вести с собой еду, которую вы будете есть во время экскурсии. Не берите недостаточно сытные продукты или те, которые раньше не пробовали. Вам понадобится много энергии, не время для диеты. Хотите полезные советы? Привезите что-нибудь с чесноком, так как этот ингредиент на самом деле помогает адаптироваться к большой высоте, благодаря способности разжижать кровь. Можно также взять арахисовое масло и твердые солями. Но я бы не стал их есть одновременно, конечно. Супы из пакетиков, шоколад и консервированный тунец тоже пригодятся, особенно когда вы поднимаетесь выше. А еще быстро растворимая еда – отличный выбор. В нижних базовых лагерях можно будет что-то купить, но чем выше вы поднимаетесь, тем меньше будет ассортимент, так что лучше привезти еду с собой. Окей, вы собрали свои вкусные перекусы. Теперь вам надо как-то добраться до самой горы. Эверест находится в Тибете, на границе Китая и Непала. Можно прилететь в Тибет и провести пару дней в Лхасе и Шигадзе, перед тем, как уже ехать в базовый лагерь. Лучше перед восхождением побыть некоторое время в Тибете, просто чтобы убедиться, что высотная болезнь не застанет вас врасплох. Кроме того, будет возможность получить разрешение на въезд для иностранцев. Нет, это не билет на другую планету. Если вы едете на Эверест с китайской стороны, такое разрешение обязательно для самого восхождения и для приезда на базу. Вам также понадобится так называемый пропуск для пересечения границы. Можно подать на него заявление, как только заедете в Тибет. Однако, если вы хотите добраться до базового лагеря Эвереста со стороны Непала, а это самый популярный способ, не нужно будет следовать строгим правилам, которые установил Китай. Перед тем, как отправляться в путь, лучше изучить все требования, необходимые для обеих сторон, чтобы не пришлось сокращать свое путешествие. Окей, теперь время восхождения. Так как это очень опасный и сложный подъем, лучше, чтобы вашей группой командовал кто-то, кто знает, что делает. Существует много организаций, которые водят группы, и они обычно используют одни и те же горные тропинки. Группы часто нанимают так называемых шерпов, которые являются чем-то вроде ассистентов во время восхождений. Они обычно разбивают лагерь и помогают устроить различные удобства, которые вам необходимы. Предположим, вы решили добраться до Эвереста с юга, со стороны Непала. Один из первых лагерей разбит на высоте где-то 5944 метра. Возможно, вы захотите остаться здесь ночевать, чтобы организм привык к новому климату и высоте. Следующий лагерь, номер 2, на отметке где-то 6096 метров, недалеко от так называемой долины Молчани, широкой и плоской местности. Даже на 6401 метре, ваше тело все еще будет ощущать эффект более серьезной высоты. Но спустя пару дней вы начнете к этому привыкать. Когда вы поднимаетесь к следующей базе, вы увидите, что шерпу уже разбили для вас лагерь. Это просто невероятно. На такой высоте шерпы уже не могут доверить животным вести груз. Они несут его сами, собственными руками. Очень впечатляет, правда? Чем ближе вершина горы, тем большее значение имеет погода. Чтобы безопасно и успешно подняться, вам нужно будет 5 дней чистого неба и минимального ветра. Поэтому путешествие вперед между маем и июнем обычно самый лучший выбор. Это настолько короткое погодное окно, что во время подъема на гору можно встретить множество скалолазов. Иногда около 800 человек одновременно. Пробки в час пик на автостраде уже кажутся привлекательнее, не так ли? Когда вы доберетесь до лагеря номер 3, нужно будет надеть кислородную маску. Ведь воздух становится невероятно разреженным. Можно, конечно, карабкаться дальше и без баллона с кислородом, но это очень опасно. Думаете, что маска не соответствует вашему модному альпинистскому костюму? Не стоит строить из себя крутого парня, ведь в том, что вам нужен воздух, нет ничего постыдного. Лучше перестраховаться, чем потом жалеть, верно? Как только вы достигнете вершины, вы увидите Землю с высоты 8 848 метров над уровнем моря. Просто безумие. В этой точке можно насладиться своим невероятным достижением и по-настоящему почувствовать себя на вершине мира. Но всего на полчаса. Спустя 30 минут приходит время спускаться. Звучит довольно просто? Поверьте, это не так. Люди, планирующие такое путешествие, тратят тысячи долларов, а иногда тренируются годами, готовясь к восхождению и развивая выносливость. Даже если вы неопытный скалолаз, хотели бы вы попытаться подняться на Эверест? Как думаете, стоит ли такое путешествие своих денег и усилий? Расскажите в комментариях. И не забудьте поставить этому видео лайк и поделиться им с друзьями. Позовите их подняться вместе. Подписывайтесь на наш канал, чтобы увидеть больше крутых видео. И, как всегда, оставайтесь с Эдми.